А можно ли свадьбу без очага, ползунков и так далее? Нужно? Нужно свадьбу без очага, ползунков и так далее. Ну, если вы понимаете, что это не ваше, а зачем? Зачем вам это делать? Опять же, нет слова «надо» или «не надо». Девчонки, вы должны понять, что это ваша свадьба. Если вы понимаете, что ваша свадьба должна пройти в современном ключе, и все вот эти вот вещи традиционные, да, они не ваши, вы не хотите обыгрывать их. Ну, а зачем тогда насиловать себя, так скажем? Ну, конечно, нужно от этого отказаться. Поясните вашему ведущему, что мы не хотим этого, или выбирайте начального ведущего, который, в принципе, не проводит таких вещей. И тогда и вопросов таких возникать не будет. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Скажите, пожалуйста, невеста должна кидать свой свадьбный букет или букет-дуплер? Нет такого слова «должна», как угодно. Некоторые невесты просто хотят сохранить свой свадебный букет, поэтому кидают букет-дуплер. Если не принципиальный момент, и вы не хотите его сохранить на долгие года, то вы можете бросить свой букет, в этом абсолютно никого не продается.